Итак, смотрим внимательно. Всем привет, случайно набрел на YouTube на такой вот сайт и хочу вам его порекомендовать. В этом видео показан стандартный пример прохождения обычного опросника. Все, что в общем вам нужно, это вбить свои данные, нажать кнопку «Принять участие» и дальше смотрите, вы начнете проходить опрос. Предлагаю попробовать вместе со мной это сделать прямо сейчас. Вот смотрите, по результатам нам подобрано 6 вопросов, после чего мы получим 131 262 рубля, прям себе на счет, одним единоразовым платежом. Итак, начинаем. Я поставил запись на перемотку, ну, чтобы просто долго вас не мучить, чтобы вы не ждали. В общем, все в ускоренном режиме показываю. Как видите, мы просто проходим банальные вопросы, отвечаем на них, собственно говоря. И вот нам предлагают оплатить первую комиссию. Для тех, у кого возникнут вопросы, что за комиссия, откуда, вы внимательно можете ознакомиться на сайте, где все подробно написано. Ну, либо предлагаю нажать вам на паузу и посмотреть, прочитать внимательно уже, тут будет все понятно. В любом случае, эти деньги вам потом возвращаются на счет уже при переводе средств на вашу карту. Спасибо. Спасибо. И вот мы сделали первую оплату, сейчас сделаем вторую. Идем дальше. Указываю реквизиты, здесь я выбрал банковскую карту, указываю, чтобы деньги мне были переведены на мою банковскую карту. И здесь вам тоже, внимание, надо будет оплатить небольшую комиссию. Сразу скажу, что я это сделал раз пять. Продолжение следует... Смотрите, платеж прошел. Все идет отлично. Ну, вот нам, смотрите, пишут, после оплаты вам будет зачислена первая сумма на карту. Делаем оплату. Делаем оплату. Делаем оплату. Первый платеж уже прошел. Смотрите, как легко. То есть, как вы видите, деньги приходят на карту сразу. Для тех, кому не все понятно, можете остановить видео и посмотреть внимательно еще раз все моменты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Итак, мы делаем еще одну оплату, последнюю. Уже происходит конвертация денег. Вот. 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 Ну, как вы видите, деньги проходят, все пришло, все работает как надо, отлично. Проходите опрос и зарабатывайте деньги. Милые мои дамы. И у вас кровь идет по большому кругу, но на целые сутки давления нет. Запомнили? Без таблеток. Уксусом, да? Да, мабулечки. И, товарищи, теперь всем хочу подсказать от приступов сердца. Это для сердечников. Товарищи, сразу всех хочу предупредить. Все гипертоники вы будете все сердечники. Все будете сердечники. Объясняй почему. Ваши врачи про это знают, но вам не говорят. Потому что все таблетки от давления обладают диуретическим свойством. Они выгоняют жидкость. То есть, когда ты от давления пьешь, куда охота? Да. Правильно. А самый-то секрет, знаете, в чем кроется? То, что вместе с жидкостью все таблетки от давления из сердца выгоняют калий и магний. То есть, ты пьешь от давления, а сердце себе убиваешь. Это мы знаем, знаем, знаем. Милота, а если знаете, что соседям не говорите? И знаете, они для чего, товарищи, это делают? Чтобы ты выкупал уже не только от давления на тысячу, на полторы, а еще и кардиомагнил уже на две, на три тысячи. Еще и сердце уже... Кардиомагнил пьем? И момента кардиомагнил. Так вот. Я все уже не рассказала. А были-то, ведь сначала гипертония, сердце же не болело, а потом ведь заболело. Вот, товарищи, представляете, до чего... На сердечный сердце я пищу. Нет, я, товарищи, хочу подсказать, как приступ сердца дома снять. Нет, не пейте это таблетки, не пейте на ночь. Милота, я не запрещаю, приехала предупредить. То, что толку-то нету. Ну, давайте существенные вопросы. Товарищи, поэтому всем хотел сказать, всем хотел сказать. Руку поднимите коездовым перед душистым горошком. У всех. То есть не путайте. Есть, товарищи, черный мелкий, а есть душистый, он побольше. В какой-то помидоры. И вот, товарищи, придете домой, разложите себе во все карманы по одной, по две перчинки. Именно перец, душистый горошек. Он места много не занимает, есть пить не просит. Но, бабулечка, в любом месте, дома, на улице, почувствовали, обручем стянуло, колоть сердце начало и обычно куда отдает? Под левую лопатку, не дай бог. И вы упадете на улицу, что прохожие скажут? Пьяные. А я думаю, сейчас руку подадут? Нет. Бабулечка, мне кажется, подбегут еще, пока валяются по карманам только. Да, бабулечка?